Всем огромный привет! Сегодня уже запускаю новые проекты, не дожидаясь окончания моего проекта, который на данный момент идет на моем канале. Еще два месяца остается до окончания этого проекта, но я решила, что начну новый проект, потому что в том у меня очень мало продуктов осталось. Кто смотрел предыдущее видео, где я делала апдейт по истечению трех месяцев, я вам об этом говорила. Совсем мало средств осталось, и мне уже хочется взять новые продукты и с ними работать, концентрироваться на них. Некоторые вы уже вообще в основном все увидели в косметичке на ближайшее время, потому что я уже заранее знала, что хочу эти продукты включить в проект. И давайте приступим. Начнем с лица, конечно же, и первый продукт, который я включаю, это однозначно будет праймер. Я хочу в этом году и праймеры, и тональные основы побольше закончить, поэтому взяла, конечно же, праймер от Ив Роше. Вот у меня получилось вот так вот стиснуть немножко этого продукта, вот с этого я начинаю. Я думаю, что здесь еще половина бутылька этого праймера, хотя понимаю, что, возможно, не совсем, потому что, видите, здесь вот такое вот углубление получается. Значит, вот тут вот продукта больше, а вот в этой части не так много. Так что, ну, тем не менее, будем считать, что я начинаю с половины. Этот праймер идет с посвечивающим финишем, мне очень нравится, очень красивое свечение дает он. И посмотрим, как у меня будут идти дела с ним. Хотя я совершенно уверена, что за несколько месяцев у меня получится его первым закончить, и всех продуктов, которые я вам сегодня покажу. Вот почему-то, почему-то у меня такое вот мышление, я думаю, что он первым идет. Но посмотрим, посмотрим, время покажет, потому что есть продукт, который, возможно, тоже могут закончиться раньше этого праймера. Все, с ним закончили, и следующий продукт, это будет тональная основа от Ив Роше, Zero Comfort. Тоже в косметичке видели, почему я взяла эту тональную основу, потому что, видите, здесь открывается крышечка, и постоянно попадает воздух, и мне не хочется, чтобы эта тональная основа закончилась. Плюс сейчас как раз-таки уже весна, лето, на носу этот продукт очень хорошо будет идти, так как он настолько легкий, невесомый, и это самое то, что нужно на лето и весну. С невероятно приятным ароматом розы. Вот, здесь продукта очень много, и вообще, если обычно у тональных основ 30 мл, то здесь 40 мл, вроде бы. Да, 40 мл, представляете? Ну, я им достаточно уже много пользовалась. Я думаю, что 1 треть я уже закончила здесь. Вот, 40 мл. Это, наверное, не совсем интересно, но, тем не менее, вот с этого я начинаю. И следующий продукт, это будет пудра, это новинка от Essence, их линейка Skin Loving Sensitive. У них представлено 3 пока продукта, и я думаю, что, возможно, они расширят именно вот эту вот линию Skin Sensitive. Значит, у меня есть консилер, я купила себе, и вот такую вот пудру. И также есть праймер из этой линейки. Решила взять эту пудру, потому что мне не особо она понравилась именно на носу. Я вам уже не раз рассказывала про это, не буду сейчас повторяться. И хочу, в принципе, какую-то пудру вообще закончить в своей коллекции. Тоже накупила в последнее время их много. И так как я сухокожист, да, больше у меня склонны к сухости кожи, всё-таки я не такой прям любитель пудр. Но почему-то в этом году мне прям очень захотелось по-другими продуктами пользоваться. Особенно вот эту вот Т-зону. Раньше, если я любила, чтобы у меня всё лицо сияло, сияло как блин, да, а сейчас я всё-таки люблю, чтобы Т-зону у меня была заматирована, а уже в остальных частях всё, она сияла. Вот тут вот всё, чтобы сияло. Ну, особенно, насколько я, конечно же... Ну, как можете видеть, я матировала, и тем не менее, лёгкое сияние есть. Я не хочу, чтобы оно прям мат-мат-мат било. Тем не менее, когда я использую, допустим, подсвечивающую такой вот хайлайтер, не хайлайтер, а праймер, то у меня, соответственно, и кожа будет сиять через тональную основу. Несмотря на то, что если она даже матовая, как от Лаура Геллер, допустим. Вот. В принципе, здесь у меня уже лёгкое углубление есть, но я думаю, что при этом освещение не сможете, девочки, увидеть. Может, вот так вот, вот, смотрите, вот. Чуть-чуть, видите? Чуть-чуть есть лёгкое углубление. Вот с этого я начинаю, в принципе. Посмотрим. Здесь объём, кстати, хороший. 9 грамм. 9 грамм. Очень хорошо спрессована пудра, и она не рассыпается. То есть она не настолько рассыпчатая, как бывает в пудре многие, да. Нет, вот это мне очень понравилось в ней. То, что... Ну, вот я пользовалась сегодня, видите? Прямо по ней видно, по рефилу, что это не рассыпчатая пудра. Не в плане рассыпчатая, я думаю, вы меня поняли. То есть не крошится. Бывают пудры, которые набираете, и тут прям просто очень много крошек остаётся. Вот что я имею в виду. Значит, это третий продукт. Следующие бронзеры. Два бронзера. Вы представляете, два бронзера. Почему? Первый – это кремовый бронзер от марки Larissa Cosmetic, который я получила в коробочке красоты Glossy Box. От коробочки Glossy Box я уже, девочки, давно отписалась. Это уже продукты, которые у меня остались с этой коробки. Вот с этого я начинаю. Нулевая точка. Продуктов много. Почему решила взять этот бронзер? Потому что даже в косметичку, взяв этот бронзер в косметичку, у меня не так рука часто тянется. А когда я беру в Project Pen что-то, у меня рука всегда будет тянуться, потому что я знаю, что хочу закончить этот продукт. Вот если вот так вот посмотреть, смотрите, вот сколько. Значит, оно прям ровное вот такое вот было. Совсем немножко я успела закончить этот продукт. Сама по себе. Потому что не так часто пользовалась. Поэтому в Project Pen и вперед. Он у меня хорошо будет идти. Я прям уверена в этом. Следующий бронзер, вообще это бронзер... Да, это бронзер. Следующий бронзер решила взять вообще как полный продукт. Будет, потому что совсем немножко пользовалась им. Это бронзер от Becca. В оттенке Capricost. Это миниатюрка. Но здесь 2,3 грамма. В принципе, как... Сейчас покажу. Вот из этой палетки, из прошлого Project, здесь 2,5 грамма было в бронзере. Так что я думаю, что 2,3 грамма мне получится тоже быстро закончить. Почему я взяла этот бронзер? Потому что, как вы знаете, Becca закрывается. И мне хочется этот бронзер прям так протестировать. И понять, нужно ли мне купить себе полноразмерное пока еще возможно. Потому что я хотела себе приобрести, но не в этом оттенке, а чуть-чуть посветлее. Хотя я думаю, что если я буду делать автозагар, да, то мне понадобится более темный бронзер. Так что посмотрю и хочу в этом Project прям от и до на различные тональные основы. Возможно, на просто пудру. Попробовать этот бронзер и посмотреть, действительно ли он стоит тех денег, чтобы отдать и купить его, да. Из-за этого, в принципе, я взяла этот бронзер. Да. Вот. Беру от Becca бронзер. Следующая это вот будет хайлайтер из моей любимой палетки Essence. Glow to go. Конечно же, здесь я не буду на всех оттенках. То есть я не планирую закончить полностью все оттенки из этой палетки. Я хочу концентрироваться, конечно же, вот на этом, где у меня есть донышко. Почему? Ну просто многие, наверное, подумают, он же у тебя и так хорошо идет, как бы, да. И это самый мой любимый оттенок из этой палетки. Потому что я хочу прям вот пустое донышко. Не поверите, просто хочу весь здесь пустое донышко. И я знаю, что у меня получится это сделать тоже в Project Pen. Так как я, беря эту палетку, конечно же, не использую постоянно этот цвет. Мне хочется и вот этим оттенком. Очень мне нравится. И, кстати, сегодня я сверху вот этот вот хайлайтер тоже наносила. Кстати, у меня тут различные хайлайтеры. Еще от Fenty Beauty у меня вот этот с блестками. Прямо вау, красиво очень смотрится. Вот. И что я вообще хотела сказать? Короче, почему я именно хочу закончить этот один? Потому что хочу, чтобы здесь полностью донышко было и этого продукта не было. И я буду понимать, что у меня есть потенциал дальше использовать эти хайлайтеры и потихонечку заканчивать и полностью закончить эту палетку. Несмотря на то, что она мне нравится. Естественно, пользоваться продуктами в Project, которые тебе нравятся, это самое-самое большое удовольствие. Так что я думаю, что у меня получится закончить этот хайлайтер. Вообще, мне кажется, за три месяца максимум. И он у меня уйдет, если я каждый день его буду использовать. Ну что, осталось вам показать только продукты для губ. И на этот раз я их взяла целых четыре штучки. Представляете? Не знаю, почему-то мне захотелось. И первый из них это будет карандаш для губ от Essence. В принципе, я без карандаша не использую помады, поэтому решила тоже в проект взять. Но вообще, этот карандаш для губ я уже начала использовать до проекта. Вот то, что я сейчас снимаю. Потому что он мне идеально подходит с помадой от Avon Extra Lasting, которая у меня в том Project Pen. В такой вот более розово-красноватый уходит тенок, но больше розового там присутствует. Тот цвет мне не очень нравится, но сочетанием с этим карандашом настолько они классно идут. И так как здесь больше красного пигмента в этом карандаше, вот эта вот розовость немножко уходит из помады Avon. И мне безумно нравится, как мои губы выглядят. То есть больше подходит тенок именно с этим карандашом, нежели бы я использовала ту помаду с каким-то другим цветом или самостоятельно. Но я редко помаду наношу самостоятельно, поэтому да. Так что, говорю же, начала уже этот карандаш до проекта, но тем не менее. В принципе, здесь вот столько продукта. У меня сломался немножко, ничего страшного. Вот, то есть продукта достаточно много, хотя было, конечно же, подлиннее. Я думаю, что вот столько где-то было. Так что да. Расход у него не быстрый, но и немедленный. Почему не быстрый? Потому что нужно совсем немножко, так как пигментированный карандаш. А почему быстрый? Потому что, в принципе, я наношу практически на целое лицо этот карандаш. Лицо. Губы. Вот. Далее будут две помады и один блеск. Первая помада. У меня она просто давно в коллекции, поэтому я решила, что надо заканчивать. От Avon. Я не знаю, что это за линейка, но оттенок называется Toasted Rose. Помню, давно-давно, 5-6 лет тому назад, очень популярны были эти оттенки, и мне он понравился почему-то. Но это не совсем прям мой оттенок, такой припыленный розый цвет. На самом деле он красивый, возможно, я и полюблю этот оттенок. Сейчас вот в проекте буду носить. В принципе, можно назвать нюдовые припыленные розы. Он не... Вы знаете, это не тот розовый, который мне совсем не идет. Я думаю, что этот оттенок мне подходит. Посмотрим, надо будет поносить. Начинаем вот с такой вот позиции. В принципе, видите, тоже пользовалась этой помадой. Не сказать, что она у меня совсем не тронутая. Это первое. Вторую помаду решила взять от Huda Beauty. Вот такой вот миниатюркой. Мне интересно, как быстро такая миниатюрка закончится. Поэтому ради прикола, можно сказать, увидеть, как будет расход идти у этой помады. Тем более оттенок потрясающий, нюдовый, то, что мне нравится. И мне кажется, вообще, вот эта помада самая первая идет. Если я на нее прям насяду и каждый день буду использовать на работу, то закончится быстро этот оттенок помады. Цвет вам показала, Girl Strip не назвала. Вот, смотрите, вообще малютка. Сейчас вы поймете, насколько это малютка. Если сравнивать со стандартной помадой. Потому что так показывать на камеру кажется, что, ну, в принципе, много. Но нет, здесь очень мало. Здесь очень мало продукта. Вот. Ой. Запах есть. Но они сладкие какие-то. Странные. Да. Это две помады от Aven и Huda Beauty. Надеюсь, я не сказала Fenty Beauty, да? Упаковка мне очень нравится. Такая прям пластиковая. Ну, такой, знаете, качественный пластик. И несмотря на то, что это малютка, она увесистая. Вот, как помада от Aven, наверное, по толщине. По весу. И последнее отсюда взяла, потому что нужно было поставить, чтобы видно было, с чего я начинаю. Решила взять вот такой вот блеск от Becca. Который, к сожалению, мне не очень нравится как блеск. Он не совсем дает прям красивый блеск на губах. Кстати, я вам забыла показать помаду от Huda Beauty. Оттенок. Вот он. Такой вот. Чем-то похожи, да? Они даже... Все-таки здесь больше бежевого, персикового присутствует. Вот в этом оттенке. Надеюсь, издалека будет видно. А здесь больше розового. Вот. Вот чем они отличаются. Ну, конечно же, здесь финиш у Avon более глянцевый, да? А здесь матовый. Так, переходим к блеску. Блеску от Becca. Я не знаю, что это за оттенок. Тут, наверное, и оттенка нет. Но обычный прозрачный блеск. Блеск. Почему решила взять? Потому что он мне действительно не понравился. В плане того, что он не дает блеска. Быстро съедается с губ. Это минусы. А плюс, самый огромный плюс. Его можно использовать как просто бальзам для губ. Он так хорошо увлажняет губы. Вот что дает этот блеск. Поэтому решила его взять. И, в принципе, могу использовать в течение дня и когда буду дома находиться, чтобы увлажнить губки. Ну и, конечно же, попробую, кстати, я не использовала этот блеск поверх каких-то помад. И как раз-таки вот с этими могу сочетать с Huda Beauty, с Avon. Ну, Avon и так глянцевый, поэтому нет, наверное, смысла сверху наносить еще блеск. А вот с Huda Beauty, ну и с другими, конечно же, помадами какими-нибудь матовыми, нанести сверху этот блеск и посмотреть, как это будет идти. Видите, использовала сразу же щетку. Уже, ну, как не начертанно, ну, карандаш, наверное, был у меня по контуру. И вот так вот немножко испачкалась. Так поверх какой-то помады, мне кажется, я вообще не использовала этот блеск. Очень будет интересно. Все. Это все продукты, которые я взяла на Project Pen по истечению уже этого года. Сколько у меня времени остается? Сейчас апрель у нас. Ну, еще 9 месяцев. 9 месяцев, в принципе, достаточно, чтобы я смогла закончить все, я думаю. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Мне самой интересно. Здесь уже такой спортивный интерес на некоторые продукты. Допустим, вот бронзер кремовый. Не знаю, как будет он расходоваться. Возможно, и не получится 9 месяцев кончиков. Но если я регулярно буду пользоваться каждый день, то, думаю, получится. Все, на этом буду заканчивать. Надеюсь, вам понравился выбор продуктов, которые я включила в этот Project Pen. И вам будет интересно наблюдать за ним. Мне безумно интересно, что у меня получится. И на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.